Роман, добрый день. Несколько вопросов от журналистов, наших и иностранных, российских и иностранных. Естественно, большинство из них по вчерашнему матчу. Давайте начнем с первого. Попытайтесь, пожалуйста, развернуто описать ваши эмоции вчера, сразу после игры. Понятно, что Бельгия сильная команда, первая в мировом рейтинге, но как бы и проигрывать ей можно по-разному. Ну, эмоции, тут мало положительных эмоций. Понятно, что проиграли, проиграли, можно сказать, крупно, да. Вот, немножко другого хотели, и, к сожалению, не получилось. Много не получилось, и нужно было переспать с этой мыслью. Сейчас уже будем делать выводы какие-то и двигаться дальше. В матче было видно, что сборная Бельгии практически полностью контролировала игру. Вы находились на поле, видели все изнутри. Вот можете объяснить, в чем они были лучше, в чем соперник? Ну, да во многом лучше, на самом деле. Футболисты, которые играют в Бельгии, да, понятно, что они все играют в топ-чемпионатах на самом высоком уровне, и очень хорошо оснащены технически, и быстрее думают, и быстрее работают с мячом, поэтому тут можно назвать очень много факторов. Мы, конечно, должны к этому стремиться тоже. Сейчас уже удалось отодвинуть этот матч, там, из головы, или все-таки какие-то воспоминания, так скажем, тревожные у тебя остаются? Да, после поражения всегда тяжело, и ночью ты не спал, в принципе, там, пару часов поспал, мысли какие-то лезут негативные, поэтому пока что не удалось прогнать их. Ну, если не брать третий мяч, который мы пропустили уже в самом конце, вот с чем связаны ошибки при первых двух мячах, а за счет чего они произошли, что думаешь? Ну, возможно, первая игра все-таки на Чемпионате Европы, может быть, связана с тем, что немножечко переживали, нервничали ребята, вот, и много-много ошибались в простых, наверное, каких-то передачах, простых действиях. Станислав Саламович сказал вчера, ну, тоже во время интервью, что команда не очень хорошо отреагировала на быстрый пропущенный гол, в чем причина, психология или еще какие-то, может быть, расклады, или все-таки уровень соперника настолько вот был перед вами, перед глазами? Ну, возможно, и психология, но здесь, наверное, можно много факторов каких-то называть, что и команда хорошая против нас выступала, что они где-то не давали нам как-то, наверное, вздохнуть, что ли. И то, что, опять же, первый матч на Евро, что первые минуты пропустили, и, может быть, все, что много переживали, может быть, из-за этого. После игры наши футболисты говорили, что и Бельгия в первые там минуты не казалась такой грозной, судя по тому, что происходило на поле. Согласны ли? И что можете сказать из того, что, может быть, Бельгия тоже не на пике еще готовности была? Вот давалось играть же вначале? Ну, вначале давалось, да, видно, что команда Бельгия тоже переживала первые минуты, для них тоже первый матч на чемпионате. Поэтому, к сожалению, нам не удалось забить, они забили первый гол на первых минутах, поэтому для них это было в их пользу, можно сказать. Как восприняли победу финской сборной над Даней? Как считаете, это на руку нам или не принципиально? Да, мы должны на себя смотреть, на самом деле, должны свои очки набирать и смотреть на соперников на следующий матч с Финляндией. И должны побеждать, набирать три очка и двигаться дальше, поэтому я думаю, что не стоит слишком зацикливаться на матчах соперников. И заключительный вопрос вот по тому эпизоду, который был вчера с Эриксоном. Удалось ли отбросить это все из головы в матче? Знали ли вы и что? Ну, как вообще реагировали? Да, знал, конечно, перед матчем мы узнал, почему остановили, пристановили матч. Конечно, это все очень жестко, можно сказать. Самое главное – здоровье. Футболисту хочется пожелать тоже этому. Крупный турнир, но я думаю, здоровье прежде всего должно быть. Поэтому так вот. Все, спасибо. Рифат, добрый день. Добрый. Ретранслируем несколько вопросов от журналистов для вас сегодня. Ну, прежде всего, вы наблюдали вчера за игрой со скамейки. Вот что в первую очередь не получалось, может быть, у парней в атаке? И не так много ударов в створ удалось нанести? Ну, наверное, больше не получалось прессинг, потому что они быстро разворачивали с одной стороны на другую. И, наверное, это главная проблема была. Ну, и, конечно, они в прессинг хорошего входили. Наверное, это главная причина, почему у меня было много ударов по воротам. В общем, на скамейке какое было настроение по ходу матча? С кем вы сидели, обсуждали то, что происходило на поле? Ну, мы с Соболем сидели, конечно, со стороны выглядит не очень, ну, как бы не очень. Хочется играть на поле. Но отмечу то, что в начале матча, когда играли гимны стран, конечно, мурашки по коже шли от поддержки болельщиков. И я огромная благодарность им, что поддержали нас в этом матче. Кто из бельгийцев произвел наиболее сильные впечатления по вчерашней игре? Потому что некоторые ребята говорили, кстати, после игры, что, может быть, даже и Бельгия не на пике формы была. То есть, ну, можно было с ней играть. Вот что у тебя, какие мысли? Ну, да, Бельгия была не на пике формы, потому что у них тоже отсутствовали многие основные игроки. Но из тех, кто играл, наверное, отмечу Лукако, потому что, ну, игрок высокого очень уровня. И это было видно на поле, как он играл. Забил он два таких гола. Ну, первый, скажем так, мы сами себе придумали. А второй гол чисто футбольный. Хорошо бежал, хорошо забил. Наверное, Лукако отмечу. Вчера Станислав Саламич сказал после игры, что команда не очень хорошо отреагировала на вот этот быстрый пропущенный гол. Как вот ты считаешь, в чем причина, психология или какие-то, может быть, еще здесь нюансы, о которых можно сказать? Ну, первые 15 минут, скажу так, то, что они сами боялись играть. И это было видно со стороны. Они выбивали и по аутам, и, ну, просто выбивали от ворот в нашу сторону. И были такие хорошие моменты у нас. Вот этот гол очень обидный, досадный. Наверное, сломал всю игру. Потому что, если бы не этот гол, я думаю, мы бы первые забили. Ну, потому что первые 15 минут складывались очень хорошо. Как восприняли победу финской сборной над Данией? Как считаешь, этот результат нам на руку? Или вообще, вот, какая сейчас ситуация в группе вот после вчерашнего дня? Ну, мы же отталкиваемся от своей игры. Нужно нам просто выигрывать две оставшиеся игры. Не важно, кто там выиграл, как финны выиграли или Даня выиграла. Нужно самим выигрывать две игры и спокойно решать свои задачи. Ну, и вопрос, все буквально всех спрашивают у тренера, футболиста. Вот, про тот эпизод, который случился, момент с Эриксоном. Когда ты об этом узнал, вообще удалось ли эти мысли из головы выбросить? Потому что, все-таки, такое оно бывает крайне редко. Да, это очень ужасно. Я очень соболезную ему. Желаю ему здоровья, конечно же. Ну, всех деталей мы не знаем, наверное, не узнаем. Хочется, чтобы таких моментов поменьше было в футболе. И реально очень обидно. То, что игрок такого уровня, вот так вот пропускает на первом же матче Евро. Спасибо.